Аллилуйя! Слава Богу! Приветствую каждого из вас! Будьте благословенны прямо от Бога, от престола Божьего! Кто-то думает и пытается понять Бога, и я вам говорю, то, что вы делаете, это вам не по зубам. Вы не сможете логически понять Бога, вы не можете разложить его на определенные элементы. Бог — это загадка. Для нашего разума это полный тупик. Так, послушайте, вот я не так уж много верю в Бога, но больше 20 лет. Может быть, 23 года я верю в Бога. Не то, что я верю, я посвящен Богу, служу Ему. Я вам говорю, для разума Бог — это полный тупик, это разочарование. Хотя Слово Божие призывает нас радоваться, душа, радуйся. Но когда мы начинаем какие-то давать определения Богу, мы начинаем учить о Боге. Послушайте, это невозможно. Это внеземное. И его можно принять, полюбить, понять только сердцем. Только сердцем. Любовь не находится в разуме. Любовь — это так же, как внеземное чувство. И оно не находится в душе. Оно находится глубоко внутри человека. И поэтому, если Бог постучался в вашу жизнь, вы его до конца не понимаете, Бог не Бог, вы еще не до конца, но Он уже постучался, попросился в вашу жизнь, в ваше сердце, быстрее открывайте свое сердце для Него. Это такая привилегия, это такая честь. Впустить в Бога в себя и связать с Ним всю свою жизнь. Вы просто не можете даже себе представить, кто такой Бог. Насколько Он сияющий, красивый, всемогущий. Это все слова, они не дают полной оценки Бога. То, что я сказал, умножьте на триллион. Это будет только маленькая часть того, кто Бог. И поэтому Бог нам дал Дух. Он нам дал сердце. Чтобы мы познавали Его в Духе, проводили. Мы не можем в душевном, физическом мире познать Бога. Мы очень быстро придем к разочарованию и к скуке. Потому что разум не был создан для того, чтобы познавать Бога. Наш Дух был создан для этого. Поэтому, чем больше человек молится, тем ближе он знает Бога. И разум не может понять, как это происходит. А так и происходит. Потому что Бог минует часто. Разум нужен, чтобы находить на страницах Слова Божьего заметки, послания, посылки к вам, смс. Бог все это оставляет в Слове. Но дальше работает наш Дух, наше сердце. Сейчас я хотел бы обратиться к верующим. К определенным людям. Это просто определенные люди. Это не все люди. И слово такое. Когда вы рождались на эту землю, роды были. Вы рождались в этот день, в это мгновение. Я, вот то, что мне Господь сказал передать. Бог был там. Бог был рядом. Когда вы будете уходить с этой земли, Бог будет также рядом с вами. Не переживайте, не стрессуйте. Я не знаю, кому это звучит, но мне такое было послание адресовано. Не переживайте, Бог рядом с вами. Итак, тема проповеди будет называться «Посвящение». Посвященные люди – это те люди, на которых держится все. Семьи держатся. На ком? Когда люди посвящают себя семье. Мать рождает ребенка и посвящает. То есть полное время отдает своему ребенку полное внимание, полную концентрацию. Отдает ребенку. И когда мы видим хорошие, здоровые, красивые семьи, прекрасные, то мы должны понять, что они не появились сами по себе. Это не грибы в лесу. Туда было вложено очень много сил. Было посвящение. Когда мы видим умных деток, которые, знаете, разбираются, которые развитые дети, за этим стоит очень большое посвящение отца, матери, которые вкладывали, учили их читать, писать, слагать и так далее. То есть посвящение – это главная тема сегодня. И такое, как бы я бы дал, главное определение слова «посвящение» – это трата времени. Это как бы трата, может быть, сюда не очень звучит правильно, но сформулируем таким образом. То есть это когда ты отдаешь свое время, ты посвящаешь. Если это бизнес, бизнесмен, он не отдает время ничему, он отдает бизнесу, чтобы развивать бизнес. Если это спорт, человек посвящает, он отдает свое время. Он тратит свое время только на спорт. Он не может тратить никуда, если он хочет преуспеть. В определенной сфере он должен быть посвящен. В Царстве Божьем то же самое. Самая посвященная личность – это Бог. Мы не можем сейчас людей, и мы о людях тоже будем говорить, о Божьих людях, но самая посвященная личность – это Господь наш. Он посвятил себя, представьте, тому, чтобы человека вернуть обратно домой. В основном, когда люди рождаются на этой земле, они рождаются в физический мир. Но это еще не факт, что они будут с Богом. Очень многим людям лучше было бы не родиться, извините за такую прямоту и грубость, чем родиться и никогда не быть с Богом. То есть в том только контексте. Итак, Бог посвятил себя человечеству. И делал Он это на протяжении всего времени, пока существует человек на земле. И план у Него до создания человека, до сотворения человека, Бог уже имел план, как человека привести к себе домой. И Бог, Он работает над этим каждый день. Вы думаете, чем занят великий Бог? Небесный директор, небесный, знаете, гендиректор. Чем он занят? Он занят нами, людьми. У него нету более серьезных занятий. Мы иногда думаем, Бог, наверное, контролирует, чтобы все планеты крутились, там, знаете, все правильно, чтобы ни одна не сбилась, чтобы там, знаете... Он это сказал, и за этим следят ангелы. Слово Божье действует. Но за нами Он внимательно наблюдает. Он ведет нас, охраняет нас. Это долгие процессы. Путь возвращения человека домой, к Богу, в первоначальный замысел Бога. Это долгий процесс. У некоторых людей он очень долгий. Только к концу жизни своей, к закату, они понимают, о, мне надо было все-таки жить по-другому. О, мне надо было быть более посвященным Богу. Я так прожил, я так жалею. Он понимает, что он уходит к Богу, но он жалеет о том, что он прожил свою жизнь просто так. Протратил свое время. Это, знаете, как человек идет и просто тратит свое время. Знаете, деньги, например, в казино стоит и в аппаратах. И просто туда их просто загружает и кормит эти аппараты, этих людей, которые стоят за этими аппаратами. Просто выкидывает. Выкидывает. Мог бы на эти деньги, мог бы своей семье что-то купить, свозить свою семью, что-то жене купить, детям что-то купить. А он стоит в аппараты. Понимаете? Вот так многие люди не деньги туда кладут, а время свое. Думаешь. Ну, это же тоже определенная игра, и человеку нравится, когда он стоит возле аппаратов. Это же тоже какая-то определенная занятость. И он стоит и туда загружает, играет, нажимает на кнопочки, у него проходит время. Но, в итоге он получает пустоту и разочарование. Такую боль. Почему? Он протратил, выбросил свою драгоценность, свое время. Каждый из нас распоряжается временем так, как мы это решили. Не как решил Бог. Как мы это решаем. Или даже бывает так, что мы позволяем другим решать, как нам распоряжаться нашим драгоценным временем, которое мы больше никогда не вернем. Поэтому, задумайтесь, если вы позволяете кому-то влиять на распорядок вашего дня, кто за этим стоит, имеет ли он право на это? В Библии написано, что раньше мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. То есть мы не делали то, что мы хотели, мы делали то, что хотел князь, то есть дьявол. Представляете, насколько это ужасно. Кто-то свое дорогое время тратит на образование, кто-то на карьеру, кто-то на ребенка, кто-то на бизнес. Поэтому и мы видим успешных людей. Не появляются бизнесмены успешные, просто, знаете, время, знаете, чудо какое-то произошло, и он успешный бизнесмен. Лотерею выиграл. Нет. Это кропотливый труд, это посвящение. Это изо дня в день. Ты делаешь одно и то же. Скажем так, рутинную работу. Итак, посвящение, это не всегда хорошее настроение. Это всегда такое радостное. Запомните, если вы свою жизнь посвятите Богу, почему я говорю «если»? Потому что многие верующие еще этого не сделали. Они приняли свое спасение. И они пойдут на небеса, если умрут, но их жизнь не посвящена Богу. А они не тратят свое время на Бога, на Божьи цели. И если тратят, то только с той целью, чтобы что-то получить. Но не для того, чтобы быть полезным в Царстве Божьем и для Бога что-то сделать. Представляете, вы приходите не для того, чтобы получить, но уже отдать. Вот это посвящение, которое сегодня ищет Господь. Мы можем потратить, проинвестировать наше время в Царство Божие и в Божьи планы. Это то, что ищет сегодня Господь. Если верующие сегодня посвятят свою жизнь Богу, это будут самые счастливые люди. И я хочу кому-то аккуратненько, знаете, двумя пальчиками снять розовые очки. Вы не против? Один пастор сказал, розовые очки бьются стеклами внутрь. Но я сниму их. Я сниму аккуратненько. Я скажу, если вы захотите свою жизнь посвятить Богу и тратить на Бога и на Его планы, не на свои планы, на Божьи планы, на Божью работу, вы захотите потратить свою драгоценную жизнь, то не думайте, что вам постоянно, у вас будет хорошее настроение, и вы будете только в любви Божьей купаться. Будут иногда трудные времена, когда вам придется сражаться. За что? За свое существование. Вам придется сражаться за то, чтобы верить в Бога, а не в обстоятельства. Это посвящение. Непосвященные люди живут налегке. От них ничего не зависит. И мы видим, что от толпы, которая ходила за Иисусом, ничего не зависело. От кого все зависело? От посвященной узкой группки людей. От них зависело Иисус. Иисус им дал власть. Не всем людям верующим дал власть. Только им. Он говорит, все даю вам власть. А там была очень маленькая группа людей. Многие верили в Него. Но власть он дал только тем, которые с ним. Тем, которые видели, как употреблять власть. Те, которые видели, как надо идти вперед и развивать Царство Божье. Итак, если вы согласитесь, и до вас достигнет это слово, и вы увеличите процент своего посвящения Богу, и вы думаете, что при этом вы что-то получите. Я вас хочу, опять же, эти очочки чуть-чуть дальше еще подвинуть. Я вам скажу, что вы будете иногда даже чувствовать, может быть, себя одиноким. Вы знаете, что стая, когда летит птиц, да, там журавлей каких-нибудь или гусей. Есть первый гусь, который летит. Он разрезает. Он берет на себя всю ответственность. Он разрезает воздух. И остальным уже легче. Иногда ты будешь тем человеком, лидером среди своего окружения, который будет встречать все трудности. И за тобой будут идти люди. Может быть, даже не физически. Но ты будешь для них примером. И они будут подражать твоей вере. Знаете, как Слово Божие призывает, чтобы мы взирали на жизнь людей верующих, да, людей веры. И подражали их жизни. Подражали их жизни. Быть посвященным Богу, это не всегда хи-хи, ха-ха, классно, классно, меня прет, я тащусь, мне так классно, мне так здорово. Когда ты будешь посвящен Богу, то ты будешь испытывать не только радость. Ты будешь испытывать радость, которую другие не испытают. Но вместе с этим ты будешь испытывать боль, которую никто не испытывает. Знаете, как в песне мы поем? Сделай боль свою моей, я царствию отдам все, что есть во мне. Сделай боль свою боль, не свою радость. Мы в Боге ищем только хорошее. Но мы говорим, Бог, сделай свою боль. Знаете, какая боль? Если Он вам даст одну сотую частицу своей боли, которая у него в сердце, вы умрете. Вы не выдержите такой тоски и такого переживания, которое имеет Бог о потерянных. О тех людях, которые упали. О тех людях, которые обмануты, в обольщении находятся. О том, что весь мир практически идет в ад. Почему я так говорю? Потому что Иисус сказал, есть два пути. Есть широкий путь. Им идут многие. И Он ведет в погибель. Есть узкий путь. Им идут только некоторые. И немногие находят Его, Иисус говорил. И многие. Узкий путь – это неудобный путь. Это нигде тебе комфортно, удобно. Вот почему богатому юноше было предложено идти узким путем. Он говорит, да там дискомфортно. Я не привык к дискомфорту. Когда ты посвященный человек. Знаете, я вам скажу, что армия, армия посвящена своему делу. Поэтому у правительства есть своя армия, и они чувствуют уверенность. Сигнал пошел, армия выступила. Вперед и все. Потому что они изо дня в день посвящены своему заданию. Охранять там, наступать, защищать и так далее. У верующих то же самое. И верующие, которые посвящены Богу, это не всегда люди, которые, знаете, берут только сливки, снимают. Они берут все. Рутину. Знаете, что такое рутина? Я знаю, кто знает. Матерят знают, которые с маленькими людьми сидят. Одно и то же каждый день. Одно и то же. И, знаете, и не выбраться. Выходных нет. Самая тяжелая работа. 24 на 7. Постоянно. Постоянно. И он все требует. И со временем все требования больше вырастают. Больше, выше. Запросы. Это рутина. Рутина. Каждый день. Каждый день. А потом, знаете, такая будет яркая-яркая радость. О, ты смотришь, твой ребеночек подрост. У него все нормально. Он уже сам ходит. Сам ест. Ты такую радость получаешь. Но, послушайте, не избегайте рутины. Есть однообразие в Боге. Я иду, читаю Библию. Я что, прям вхожу в рай, что ли, когда читаю Библию? Нет. У меня много мыслей приходит. Проверить там какие-то соцсети, там, знаете, что-то поделать, куда-то пойти. Понимаете? Я отделяю свое время, чтобы почитать Библию. Я дисциплинирую. Это не то, что я прям хочу идти туда. Иногда да. Иногда нет. А молиться. Да легче фильм посмотреть. Трехчасовой фильм. Легче посмотреть, чем 20 минут помолиться без остановки. И что человек? Человек же всегда ищет путь наименьшего сопротивления. И он говорит, не, я помолюсь точно. Я точно помолюсь. Но не сейчас. Да. После фильма. А после фильма так спать хочется уже. Да. Господи, помоги. Филиппийцам 1, 21. Апостол Павел сказал. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Представляете, мы даже не поняли, что сейчас прозвучало. Что сейчас прозвучало? Мы не поняли? Мы поймем, когда мы посвятим свою жизнь, мы только тогда начнем понимать, что вообще прозвучало, что было написано. Для людей это вот так вот. Знаете, как свист какой-то. Сейчас прозвучало. И все. Или вот так. Вылетело. Куда-то туда улетело дальше. Апостол Павел говорит, при встрече с Иисусом, он посвятил всю свою жизнь. Он понял, кто такой Иисус. У него была реальная встреча с Богом. Никогда человек не будет тратить свое время на Бога, если он с ним не встретился. И если Бог не стал драгоценностью для такого человека. Он будет думать, что это трата времени. Тратить время на Бога? Что-то делать для Бога? Искать Бога? Это же так скучно. Это же такая трата времени. Да я бы сейчас больше денег бы заработал, чем я тут трачу на какую-то молитву, на какое-то чтение Библии. Каким-то людям звоню, пишу, приглашаю, проповедую. Для человека, который встретился с Богом. Может быть, я скажу так. Большинство не встречаются так с Богом, как апостол Павел. Никого, никто не ехал на коне и его не сбивали. Есть ли из вас такие люди? Вы ехали на коне и вас сбил свет с коня. Таких нету. Да, на машине вы ехали, вас ослепил Иисус. Не было такого. Но у вас была своя встреча с Богом. И вот от того, насколько вы поняли, кто такой Иисус, настолько вы посвятите свою жизнь. Насколько он стал для вас дорог, настолько вы посвятите свою жизнь. То есть, если ваша жизнь посвящена Богу на 3%, значит, соответственно, он для вас и имеет такую ценность. Никакую. И знаете, Исайя, пророк Исайя говорит, и мы видели вид его, и мы ни во что ставили его. Мы думали, что это? Что это висит такое? Что это? А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Мы ни во что ставили его. Знаете, люди говорили, люди, еще толпа собралась. Раньше казнь была, как сказать, при людях, да, общественно. И люди там что-то кидали, фразы какие-то, сади с креста. Там, если ты там помогал другим, почему сейчас ты не можешь это сделать? Понимаете? Люди, знаете, без уважения относились к Иисусу. По сей день многие верующие не имеют уважения к Богу. Не имеют. Не имеют. У них Бог в голове. Уважения к Богу ноль. Почтения к Богу ноль. А почему? Потому что он не ценен для них. Он не стал для них драгоценностью. Послушайте. Иисус говорил притчу о том, когда купец нашел жемчужину драгоценную. Написано, он пошел, все, что имел, продал и купил ту жемчужину. Так же сказано про человека, который нашел сокровище на поле. Написано, что он все, что имел, продал и купил то поле. Почему? Там было сокровище. Вот почему. Ему это поле не надо было. Почему он раньше не покупал это поле? Потому что он не знал, что там сокровища. Почему человек раньше не посвящал свою жизнь Иисусу так сильно, ярко? Потому что Иисус для него не был сокровищем. Потому что его вера в Бога останавливалась ровно там. Иисус на меня умер, спасибо Иисус. Я действительно не хочу погибать, идти в ад. Ты все сделал, я это принимаю. Аминь. У меня дела, я побежал. У меня срочные дела. Но когда ты понимаешь, кто такой Иисус, когда ты понимаешь, что он царь вечности, что от него зависит абсолютно все, тогда ты начинаешь по-другому относиться. И многие люди, которые прожили свою жизнь и понимают, что уже как бы молодость позади, зрелые годы жизни позади. Они говорят, как я просто неправильно прожил свою жизнь. Знаете, приходит такая переоценка своей жизни. Если бы была возможность, я бы по-другому прожил. Бывает такое? Знаете, сегодня это тот день. Тебе не надо ждать этого дня, когда ты так будешь думать. Сегодня тот день. Дай Богу возможность открыть тебе, насколько жизнь человека бывает. Наполнена пустотой, безделием, просто самыми глупыми делами, самыми просто ненужными делами, мусором. Человека всегда сопровождает жизнь и смерть. Всегда эти две вещи идут с нами рука об руку. Мы родились и мы умрем. Апостола Павла не смущало это, потому что он сказал и про свою жизнь, и про свою смерть. Как он сказал? С восхищением. Представьте, он это с восклицанием сказал. Он говорит, для меня жизнь – это Бог, это Христос, это все, что с Ним связано. Я посвящаю всю свою жизнь Ему. Вот что моя жизнь значит. Все свое время. Я пос... Да, послушайте, мы не все апостолы Павла. Я тоже не апостол Павел, далеко. Но у нас есть хороший пример, правильно? И мы можем процент своего посвящения, уровня посвящения, повышать. Посвящение больше отдавать время Богу. Самое печальное, самое печальное для верующего. Знаете что? Это когда в его сердце больше нету страсти по Иисусу. Когда он просто не бежит больше на свидание, у него нету влюбленности по Иисуса. Для него Иисус просто стал таким второстепенным, второстепенной личностью. У него появились дела поважнее. И апостол Павел сказал, для меня смерть то, чего все боятся. Все боятся. И боятся панически. Вот почему там у одного президента там 700 человек его охраняет. Там, знаете, вооруженных до зубов, как говорится, солдат. У другого там несколько тысяч. У другого там еще, еще. У богачей вообще охрана личная там. Они ходят. Страх. Страх. Раньше они ходили без этого, свободно жили. Теперь страх за их жизнь. Потому что жизнь, это у них единственная. Больше у них жизни нету. Когда они проживут эту земную жизнь, вот этот рай их закончится, потом у них наступит ад. И они об этом знают. Они больше ни во что не верят. Потому что они служат мамоне. И мамона даст тебе видимое заменение рая на земле. Кому-то дает, то не всем. Тебе бутылку просто даст. А другому миллиард даст. А те бутылки хватит. Ты так договорился. На бутылку. Оставь. Оставь то, что тебя удерживает. Оставь. И посвяти свою жизнь Богу на 100%. Чтобы Бог тебе мог доверять. Чтобы ты был доверенным. Чтобы ты был верным. Мы иногда думаем, почему одни растут в служении, другие нет. А что тебе можно доверить? Что тебе можно доверить? Покажи Богу, что ты верен. Что тебе можно доверять. И Он доверит тебе так много. Столько работы. Непочатый край. Представьте. Иисус умирал на кресте. Он спас всех людей. А люди об этом не знают. И это проблема. И они идут в ад. Не потому, что Иисус за них не умер. А потому, что они просто не знали этого. Вы представьте, как глупо человек в ад попадает. Он попал в ад. И в шоке. И понимает, что был верующий. Был верующий. Но промолчали. Улыбались. Еду приносили. Одежду приносили. А главное, они сказали. И это только одна из проблем. Может быть, среди нас больные люди. И мы говорим, Господи, исцели их. Ты исцели их. Ты продвигай Божие царство здесь на земле. Но мы всегда хотим быть в центре внимания. И нам нужно уйти из этого центра. И сделать, чтобы Иисус был во внимании. Чтобы весь фокус был на Иисусе. Потому, что на небесах поклоняются Иисусу. Давайте помолимся.